Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем проходить Алана Вейка. Итак, нам нужно, я так предполагаю... Стоп. Что в той стороне? Это у нас на пик влюблённых ведёт. А что в этой стороне находится? Чё такое? Тихо. Так, вспоминаем управление. Ага, всё, вспомнил. Так, здесь у нас очередной термос с кофе. Чё написано? Дерево, с которого был сделан этот срез, начало расти в 1846 году, в год подписания Орегонского соглашения. Прочие знаменательные события, отмеченные на кольцах. 1853-й – образование территории Вашингтона. 1878-й – основание горнодобывающей компании Брайтфоллс и самого города. 1889-й – Вашингтон получает статус штата. 1929-й – дерево пострадало от лесного пожара. 1970-й – горнодобывающая компания Брайтфоллс закрывается после извержения вулкана под озером Колдорн. 1980-й – извержение вулкана Святой Елены. 1987-й – дерево повалено во время бури. Возможно, я буду немножко не так комментировать, как это я обычно делаю, потому что я умудрился себе как раз горячим кофе обжечь язык. И, короче, разговаривать сейчас немножко больно. Ну да, фиг с ним. Так, ладно, это у нас как раз, видите, срезы по датам. Ну ладно, главное, мы за термосом сходили, теперь Алан не уснет всю ночь. Ну ладно, продолжим наше путешествие. Нам теперь нужно перебраться на ту сторону. Так, а здесь у нас очередная страничка. Прибытие Найтингейла Агент Найтингейл не хотел торчать в Брайтфоллс. Маленькие городки вызывали у него отвращение. Ему не нравились ни деревья, ни кофе. Теперь он знал, что за витрейными улыбками прячется немыслимый ужас. Он отчаянно мечтал повернуть автомобиль, гнать, пока не выдохнется, или свернуть с дороги и надраться. Но у него была работа. Писателю следовало поймать любой ценой. Насчет чувака, который ненавидит маленькие городки. Он мне чем-то напомнил Альберта из Твинпикса, опять же. Мне теперь эта игра будет полностью ассоциироваться исключительно с Твинпиксом, потому что, ну, ну, пипец как похоже все сделано. Единственное, что здесь нет Лора Палмера и нет Боба. Так, ну, тут все понятно. Ладно, давайте дальше. Здрасте, птицы. Хорошо, что вы не совы. Сова не то, чем кажется. Так, ну что ж, нам придется перебираться на фуникулере на другую сторону. Ну, ладно. Ну, поехали. Так, у меня достаточно мало патронов. Дерьмо. Тихо, тихо, тихо. Замечательно. О, черт. Вот и докатились. Так, я что-то не помню, а как здесь выбирать оружие? У меня вылетело из головы уже управление. Жалко, что они на самом деле так не работают. Пошли, нам нельзя мешкать. Сейчас еще набегут. Фонарик этот для детей. Сигнальные ракеты. Вот, что будет держать этих тварей на расстоянии. Так, ну окей. Здрасте, дядя. Вы кто? Ты их тоже видишь? Черт, конечно, я их вижу. Пошли, нечего стоять. Зачем? Потому что так полагается по сюжету. Да, ну, пошли. Я там потерял пистолет. У меня есть пистолет. Ты главное, свети на них. Не сразу, но я узнал его. Он ехал на пароме вместе со мной и Элис. Это он пялился на нее тогда. И он знал, как меня зовут. И мы шли к Лаверс Пик. Таких совпадений не бывает. Это и был похититель. Давай, Уэйк, не отставай. Твою мать. Ты как стреляешь? Ой, твою мать. Ты че? Да епона мать. Слушай, ты какой-то... Ты стрелять-то будешь, ёпроса-то? Мерзкая тварь. Парень. Стрелок из тебя крайне хреновый. Готов. Давайте держаться поближе к нему. Это чувство у нас... Так, у меня скоро могут кончиться батарейки. Фальшфир. Что ж ты не стреляешь-то? Клаверс Пик сюда, вверх по ступенькам. Бери из ящика сигнальные ракеты и отгони их, пока я не оторву доски. Давай сюда пистолет. Не пойдет, Уэйк. Смеешься, что ли? Дай сюда пушку. Некогда языком молоть, не подпускай их, черт тебе дери. Тихо. Тихо. Спокойно. Не нравится, а? Посвяти-ка на этих уродов, тогда они сунутся. Еще чуть-чуть, почти готово. Отличный Уэйк открытый. Теперь шевелись, сколько лежать охота. Да уйди ты с дороги-то! Ага, вот так. Ладно, надо бежать, я думаю. Готовься, они скоро нас догонят. Ой, ладно. Заставил ты меня попотеть, парень. Так, вход на Лаверс Пик. А, ну вот, собственно. Так, термос. Термос, термос обязателен. Так, значит, я где-то термос пропустил. Мне сейчас ачивку должны были дать за термос. Приехали, Уэйк, последний бой. Тут вот еще сигнальные ракеты. Готовься, будем их бить, пока не кончатся. Дай сюда чертову пушку, они идут. Так не пойдет, Уэйк, следуй сценарию. Твою мать. Я тебе предлагаю стрелять уже и получше. Убить-то упорно, они хотят меня. Не тебе. Так, вот это плохо, ребят. Спокойно. Тихо ты, епона мать. Камера, ты что делаешь? Ох, как же ты плохо стреляешь ты, епона мать. Уэйк, это проще простого. Да что ты говоришь, блин? С этой стороны лови. Больно? Уж, наверное. Да что ж ты как... Да убей-то хоть кого-нибудь из них уже, а. Слушай, я... Стрелей в них уже, епона мать. Слушай, я... Да стреляй ты вон в того, бугая, шо шо делаешь-то, а? Да наконец-то. Видишь? Пара пустяков. Да что ты, блин? Пара пустяков, он говорит. Хватит притворяться. Где моя жена? А я знал, что ты это скажешь. Я все это уже читал. Поздравляю, Уэйк, ты просто невероятный писатель. Ты принесешь в наш мир нечто великолепное и ужасное, если только мы обеспечим тебе хороший редакторский надзор. Что ты несешь? Где Элис? Мне нужна вся рукопись. Или ей не поздоровится. Только тронь ее и... А вот и пушка. Замечательно. Стой! Стой! Элис, стой! Куда? Куда пошел? Или ты отдашь мне рукопись или сильно пожалеешь? Нет! А ну вернись! Богом клянусь, хоть пальцем тронешь Элис, я тебе башку оторву! Слышишь меня? А ну вернись! Он похитил Элис, и он думал, что рукопись обладает какой-то волшебной силой и требовал ее взамен. Вот только отдать ему рукопись я не мог. Нужно было вернуться к баре и решить, что делает дальше. О, открыто достижение, история мистера Уэйка. Элис боится темноты. Не единожды Элис пыталась объяснить мне, каково это бояться темноты. Для нее темнота была не просто отсутствием света, но чем-то куда более осязаемым. Ее можно было потрогать и ощутить. Хуже того, это было нечто, обладающее собственным разумом, злым и враждебным. Для Элис все привычные вещи, когда их накрывала темнота, превращались в нечто иное, чужое, и не было больше ничего безвредного или безопасного. Только сейчас я по-настоящему понял, что она имела в виду. Так, там, по-моему, с той стороны должно быть что-то. Тихо. Батареечки. Ну-ка, давайте-ка попробуем, гляну, там есть где... Да. Хорошо, здесь есть где спуститься. Да, замечательно. Очередная коробка. Тихо. Да япона, мать. Там он еще один, фольфейер, что ты его не берешь? Алан. Все. Кто дышит постоянно вот в таких местах, интересно? Что-то, что-то прыгаешь вдоль текстур. Не надо так делать. Упадешь, разобьешься и будешь таков. Так, ну ладно. Я думаю, нам нужно перебраться по бревну. Мы же супергерои. Мы по бревнам каждый день ходим. Так, хорошо, теперь в эту сторону. Мрачноватая, блин, местечко. Утси! Засранец. Ага. Долбаные браконьеры здесь оставили капканы. Если я наступлю в один из них, то я очень сильно испугаюсь. Тихо-тихо. Идем крайне осторожненько, ребят. Я очень не хочу наступить в капкан. Он очень громкий и страшный. Ну, вот капкан. Опа. Молодец. Вот еще. Тихо. Тихо. Твою мать. Ребят, на кого вы тут охотились, блин? Вот капкан. Вон там. Тихо-тихо. Тихо-тихо, спокойно. Та-та-та-та-та-ра. Такс. Ой, пипец. У меня уже глаз замылился. Я не вижу вообще капканы есть тут или нет. Вот тут уже вроде бы нет. Тут потому что припасы. Здесь они сами, наверное. Так, у меня уже до хрена револьверных патронов. Я не мог этого не сделать. Так, очередная страница из рукописи. Ну, давайте почитаем. Сара думает об Уэйке. Сара не волновали угрозы судебного преследования, которые сулил агент Уэйка. Она дала Уэйку уйти без разговоров, потому что в нем было нечто, не подвластное ее контролю. Нечто, напомнившее ей об отце. Сара не думала, что Уэйк мог навредить жене. А потом она вспомнила, как тот набросился на Хартмана, охваченный внезапной яростью. Так, окей. Пошли в другую сторону. По-моему, там сейчас еще будут капканы. А. Очередное бревно. Как здорово шататься ночью по лесу, когда вокруг никого нет. Чуть мне не понравился звук, который сейчас был еле-еле различим. А ты знал? Где второй? Отлично. Героически просто. Я предлагаю бежать нафиг. Какого хрена? А вам примерно то же самое, что и я сказал. Так, что-то я не понял. Куда я прибежал-то? А. Ой, блин, Аллан, что ж какой-то задохлик. Где ады... Три нален, японо, мать! Никто ко мне не подойдет. Твою мать! Ура! Получилось Нормально так Так, батарейки, патроны, хорошо Так, очередная страница Уэйк слышит бензопилу Замечательно Этой ночью одна отчаянная ситуация сменяла другую Я был измотан, и все тело болело Фонарик стал тяжелым Взводя о курок, я чувствовал, как в руку отдается боль Но мне наконец-то удалось выбраться из леса, и дела вроде бы налаживались Именно в этот момент я услышал бензопилу Пока не будем охотничье ружье использовать Оно больно хорошее оружие Так, очередной термос Ага, вот теперь мне дали чашечку отменного кофе Ладно, погнали дальше Стоп, а там еще патроны не валяются? Похоже, что уже нет Ну ладно Потопали дальше Шпень Так, теперь уже отсюда точно не вылезем Я слышал, как упал самолет Это была какая-то бессмыслица Было ясно, что он упал сюда только что Но он был очень старый и явно не летал уже десятки лет У меня мурашки бежали по спине, когда я смотрел на него Так, надо бы сходить да проверить Тем более, что вон Тихо Тихо, тихо, тихо Спокойно Ты уже прилетел, Вася, Васечкин Так Ага, вот то, что я искал Я ж обрадовался Еще раз обрадовался Так, взять фальшфер Замечательно Так, все хорошо Давайте уходить отсюда Нужно сматываться отсюда поскорее Так, еще один фальшфер Очень хорошо Так интересно это Такой звук у камней Так, я предлагаю бежать нафиг Я это сделал не зря Давай Очень хорошо Так, замечательно Все взяли Термос Термос, термос, термос Термос Ты спасешь меня, термос Как он хорошо Проскользил-то Похоже, пора брать Тяжелую артиллерию Тихо Твою мать Кто Ну, пожалуй, с этим я уже и револьвером справлюсь Твою мать Где ты Черт Короче, я лучше побегу Все Нормально Отвязались от них Так, надо будет сейчас, когда поднимемся Батареи Перезарядить Револьверчик Блин, даже речка такая же Ой, е-е-ть Твою мать Тихо-тихо-тихо-тихо Опа Ну Ладно Прикольно сделано Отлично Еще одни патроны Уйди, тьма, с моей дороги Так, что у нас в этом помещении? Что-то должно быть обязательно Ага Помощники на лесосеке На лесосеке творилось не весь что Модульный офис столкнули с утеса Возбужденный помощник Торнтон выбрался из развалина, тяжело дыша от усилий Никого нет Странно Ты не думаешь, что это странно? Скучающий Маллиган громко фыркнул Черпобери, это всегда странно, Торнтон Просто надо понять, какая именно странность тряслась на сей раз Ладно Это, видимо, уже помощенники шерифа выясняли По поводу упавшего офиса Которого мы же сами и уронили, кстати Эээ, а я могу как-то продолбить? Похоже, что нет. Ну ладно. Напни, так сказать. Так. Йопа! Барри в Элдервуде. Когда Барри увидел, как тьма напала на туристический центр, он поверил. Люди, которых Алпа его словам пристрелил, это были не просто выжившие из ума местные. Мир каким-то образом переменился. Будто без предупреждения переключили канал. Ты думал, что смотришь комедийный сериал, а на самом деле шел фильм ужасов. Когда птицы напали на вертолет, Барри не удивился, а просто испугался. Ой. Ну-ка, тихо. Два фальшфеера, замечательно. А тут и термос. Наш любимый термос. Так, ну полезли наверх. Больше нам ничего не остается делать, как лазить по этой развалюхе. Мне кажется, дом сейчас рухнет просто. Вот я про это и говорю. Мне кажется, мы сейчас уйдем отсюда, а дом рухнет. Не? Не рухнул. Ну ладно. Так, я помню это место, поэтому давайте-ка... Да-да-да. Пришел большой мужик. С двух выстрелов. Так, ну хорошо. Давайте обследуем это место. О! Классно-то как. Но пока я все равно буду ходить с револьвером. Буду копить патроны вот таких вот больших дядек. Так, Уэйк уч... Уч... Ой, учит. Уэйк чует темную сущность. Когда я бежал через лес, тени зашевелились, и поднялся ветер. Я чувствовал, как темная сущность обращает на меня свой взгляд. Затем лунный свет заслонили черные тени, которые неистово мчались по земле. Чересчур быстро для обычных теней. Тьма сгущалась между деревьями и вновь рассеивалась, открывая взгляд у одержимых. Никакая естественная тропа не могла привести их сюда. Ладно. Жалко, что не все страницы получается собрать, потому что на Найтморе надо проходить на кошмарном уровне сложности. А чтобы можно было получить вообще все странички из рукописи. Ну да, фиг с ними. Спокойно. Так, ладно, меня что-то терзают... Не, пускай пока с револьвером. Если что, успеем переключиться. Я знал. Блин, там две штуки. Да, стреляй ты. Вот. Теперь идет второй. Так. Перезарядим-ка наше ружо. Пока возьмем снова револьвер. Кто там бегает? Хотя, чё я странное, я вопросы задаю. И так понятно, кто здесь... Хе-хе-хе. Смешной... Эээ... Так сказать, знак. Знак. Там только что упало дерево. А вот, собственно, я так понимаю, бензопильщик. А там вон еще прихвостни бегают. По японам мать. Так. Так, а теперь берем вот это. Что-то, блин. А я думал, он будет посложнее. Сложнее. Ну, ладно. Честно говоря, я думал, что с этим парнем будет сложнее сражаться. Но оказалось, что нет. Ладно, друзья, давайте заканчивать на этом моменте. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Зовите друзей. Вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Артем. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok